Такой стратегией также Empire могут пользоваться Появляется Кунка Практически идентичный пик У Empire, за исключением пока одного персонажа, это Свен, банят Мирану, Na'Vi не хотят играть больше против Мираны Ростислава Слишком она в его руках хороша Оказывается Я вот вообще думаю, когда же команда откроет для себя Мирану Ну помимо Empire Empire и на International показывали, насколько это крутой герой Но пока я ловлю себя на мысли, что только имперцы так активно Мирану используют Хотя это и мизера сейчас достаточно сильный И на кэре можно этого персонажа... Ну может быть все-таки не так много мы с тобой конкретно видели игры, которые комментировали Я думаю, что где-то в Америке, где-то в Азии это Мирану Разного уровня игры я комментировал в последнее время И ФКС, и Южную Америку, и Северную Америку, и Китай И вот СНГ сейчас... Европу я только, наверное, не видел Европу и Азию, да, я не видел Вот, и хочу тебе сказать, что Мирану там как-то очень редко использует А герой очень надежный Энигма! ФНчик будет играть на Веномансере, судя по всему Гостик будет играть Энигмой Ласт пик у Na'Vi Что же взять? Если Энигма купит БКБ, то только Клокверк сможет помешать Гостику кастовать Блэкхоллы Своим хукшотом, и то его надо умудриться попасть еще Это не так просто Обычно для этого Клокверки Дайгер покупают Да-да Дайгер на Клокверке В общем, лангую Если игра затянется, Клоквер купит Дайгер здесь 99% Но мне пока пик внизу прям нравится Прям такая может быть драка Тут столько АОЕ способностей И с Веномсе это будет бить просто своим кливом Потенциально может быть прям очень красиво Ну и Na'Vi 42 секунды Сейчас бы Рубика Мид взять, эх Как старые добрые времена Да, и тут столько всего Бери, воруй, все способности полезные, все У Na'Vi достаточно высокий темп На пике Хаус Найт, конечно, имеет фантазм У которого кулдаун высокий Но в принципе Хукшот Статик Шторм Эхо Слем Шейкера Тоже кулдауне задолго Но Шейкер может и просто фиссурами помогать Того уже будет достаточно Если Na'Vi сейчас какого-то темпового героя заберут еще и на центр То Они могут чувствовать себя очень комфортно в мидгейме Пока у имперцев на Энигме не появится Дайгер БКБ И это Queen of Pain Стандартный выбор От Na'Vi Не придумали ничего лучше, кроме как старые добрые Queen of Pain Так, я так понимаю, Rehost сейчас будет Надо следить Да, 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 Rehost Ну, admin говорит, что будет Я не знаю Я слежу Знают ли об этом игроки просто Но в чате пока никто не левает Да, я это вижу Мы будем смотреть Возможно, всем наплевать И все хотят играть в Dota Я, честно говоря, тоже бы против Rehost И просто бы мы поиграли сейчас Посмотрели Мне-то тоже все равно Просто человек на нашем канале В Dota TV Вот И люди, которые будут смотреть эту игру в Dota TV Могут еще его слышать Мы-то его не слышим Он именно на нашем канале сидит? По-моему, да Ну, последний раз, когда я смотрел влоги Он был на нашем канале Пусть работяга посидит на нашем канале Ну, ладно Один раз на таком-то матче, я думаю, что можно Мечты должны сбываться Согласен Ну, посмотрим В чате пока тишина Возможно, админ написал Но игроки просто не читают Там Мессенджеры, где админ пишет Потому что они играют в Dota, в общем-то Поэтому посмотрим Посмотрим Ну, я напоминаю, что Чапи будет играть В шаге В шаге попадания на лан В чапи на Виномансере Чапи на Виномансере ФН на Свене А по лайнапам Получается, у нас Пойдет Виномансер в мид Свен идет на легкую Ну что ж, хорошо Будем смотреть Ну, ты понял А Адмира-то надо уволить И тебе скажу По-хорошему Так, ну посмотрим Это настолько странно Все вот это вот выглядит Где-то сейчас Ну, говорю Приветы из 2007 А где Вилат? Где ЛЖД? Вилат у нас на канале Ну, можно Посмотреть, как ЛЖД пушат Да ЛЖД, конечно, не играет Но так Ну, видимо Видимо, Санэйка сказал Ладно, окей Все Но он пока не ливнул полностью We don't want a remake Говорит Гостик Ну, я согласен Ну, тут уже варды какие-то поставили Да, да, да То есть уже все-таки Выход-то есть Maybe we play А Санэйка уже ливнул Ну, играйте вчетвером Кто-нибудь поконтролит Да Кого кнопок меньше всего? Центральный матч недели Наби Эмпайр Кнопок меньше всего у Хаус Найта Пусть и контролит Тем более он, как бы, саппорт на линии У Кэри, поэтому что-то сложного Подошел от там Зандерстрайк скинул Обратно Крипчиков отвел Все, круто Нет, Санэйка все-таки вернулся Говорит, можно просто замутить А как? Ты знаешь, как замутить? Нет Ну, я обычно галочки такие вижу Но здесь их не существует То есть, вроде должна быть галочка Что ты не видишь весь чат Но я ее не вижу Это когда ты в Дота ТВ смотришь Там как раз чат с работягами Они там спамят Всякие вещи Вот, и чтобы ты не читать Ты можешь замутить там чат Если ты в лобби Такого сделать нельзя Так, ладно Посмотрим, кто где Генерал на Клокверке Генерал на Клокверке Генерал на Клокверке Роджер на Шейкере Дэнди Квин оф Пейн Кристаллайз на Хаос Кане Ну и Санэйка, естественно На Дизрапторе Получается У имперцев Гостик Будет стоять в сложной В миде Играет Чапин на Виноманцаре Кэрри Свен От Ростислава ФН Ванскор на Опарэйшене Вторую игру подряд И Мипошка на Кунке Также вторую игру подряд Закуп Гостика Идеальный Прям по гайдам По гайдам Да, идеальным Господина Форса Не, ну по-другому По-моему сейчас сложно Закупаться на Энигме Если ты берешь тапок Первым слотом То Ну тебе, во-первых Дольше до Аркан Ну точнее Ты будешь очень долго Арканы собирать Вот А с Солрингом Ты можешь заспамить Малефайсом И через Эдолонов Харасить очень сильно Кэрри Это круто Но Гостик Естественно Уходит сразу в лес Потому что Тут ему тяжеловато Будет на первых уровнях Так, в миде Что там происходит Роджер Положил фисурку Только не Сейчас Мипошка Мипошка пока что Ничего Погоди Фласочка Чапи Я уже подумал Может он Чуть-то другую украл Нет, он просто Передает здесь Фласку своему Мидеру Вообще у Чапи Будет очень много проблем В миде Потому что Когда ты играешь Против Шейкера И у тебя нет Эскейпа какого-то Да, там нет Орбы, например Если ты пак Нет Липа Нет Блинка Если ты Квин оф Пейн Ну, точно Ты не Квин оф Пейн У тебя нет Потому что Вот так у тебя Просто закрывают Если бы Дэнди Не словил Гейл Он бы, наверное, сделал фраг Хотя бы Не спешим с выводами Отличный Торрент Чапи Чапи старается уйти Рядом Тут Санайка приходит А надо динайз Возможно Ну, посмотрим Может быть Чапи и вовсе Дэнк висит Попытка Задинайз Будет ли Пытался Пытался Не получилось И ферсблат Для команды Нави Роджер Получает первую кровь Супер Просто великолепно Окупировали еще Саппорта Нави Лес Гостика Не дают ему туда ходить Не дают ему там качаться Гостик вынужден Стоять на линии Он, конечно, добивает Тут Крипчиков Старается Но У Кристалайза Пока Ригена много Он может себе позволить Стоять в Крипах Надо Оказывать максимальное давление Саппортом Империи Сейчас на мид На бот Чтобы Энигма комфортно Себя чувствовала И мог харасить Потому что Когда Никакого давления не происходит Когда у Кэрри Риген Никто не выбивает Или Если у Кэрри Рядом стоят саппорты То очень тяжело Энигмой что-то сделать Только исключительно Каким-то слабым персонажем Чапи в миде Снова погибает Здесь три игрока Команды Нави У Мепошки проблемки Он Кушает Слушай, а Мепошка Возможно не уйдет Андерстракк висит Будет ли прыгать Дэнди дальше Нет, видимо не будет Мепошка пытается уйти в другую сторону Там и Шейкер Шейкера Фиссуры пока нет Дэймана не хватает Но и Мепошка Очень грамотно Дэнди действует Но Мепошка действует Еще более умно И просто Прячется в деревьях Я не знаю По-моему Испортили доту Когда сделали так Что фласки Не сбиваются Крипами Не сбиваются Вышками Ну это дичь какая-то Ты можешь просто Стоять под вышкой Танчить ее И пить фласку Это что вообще такое Меньше скилла нужно Для того чтобы Побеждать в таком случае А это нехорошо Мы же тут по хардкору Угораем Мы же про киберспорт Лекс, правда? Говорим здесь Киберспорт это челлендж А челлендж это Когда тебе крипы Сбивают фласку И твера сбивают фласку И все тебе сбивает фласку Вот это челлендж Так можно и без монитора Поиграть Не, ну ты уже Передергиваешь слова Тут уж Извините Да, это жестко Как дела там в топе у и фэн Фэн вроде стоит фарминг Спокойно Спокойно вообще Тут почти ничего не происходит Пытается генерал Ставить как-то коги Немножко мешает Но по факту Тут фармскор подходит Гоняет и Генерал Ну получает опыт Пытается как-то добивать крипов Но вот Если бы сейчас фэн подстанел Если бы была бы мана Если бы нажал бы манга Можел бы попытаться бы убить Но Фэн просто стоит И бьет крипов дальше Небольшие проблеми Небольшие проблемки у гостиков Отправляется в мид Хочет, наверное, закрыть чапи Наверное, есть Хасту забирает дизраптор Ой, приятный очень урон Он сейчас и на баунтос успеет И в мид, наверное, погангать Может успеть Смотри Итак, чапи отступает Нет, слишком близко к вышке Не решился Роджер Суру использовать Далековато был Дэнди Да, и урона не хватит Чапи здесь бы 100% выживал Поэтому уходит Роджер на баунти рону Очень сочный стак в топе Как раз для Свена И ванскору тут экспу получить Потом все это профармят Тут Чем приятно Саппортить Свена Так это тем, что Ты можешь сколь угодно Много стаков сделать И потом со Свеном Все это дело зафармить И экспу много получить А с другими керри Так не всегда получается Ну с большинством керри Скажем так Так не получится у тебя Потому что Зафармить их быстро Не выйдет Гостик тапок Сол ринг Дальше играет в мидас Все стандартно Генерал четвертого уровня Скоро пятый На этой карте Он может убивать Аппарейшн Очень легко Приятная цель для него ПТ на Хаос Найти Мы видим ПТ конечно на Хаос Найти Это обязательный атрибут Чтобы не тратить ману Да Так сильно ты Переключаешь ПТ Используешь скиллы Экономишь Немножечко закрытие Ванскора Да это так Ну и батареечки В итоге разумеется Ванскор отсюда не идет Хотя генералу больно Стампует генералу Генерал замерзает Ванскор Ванскор под Варкрайм Очень много времени выигрывает Генерал пока живет Но Фэн климом добивает Клокверка Роджер отходит назад Размен получается Уже не самый выгодный Фэн получил убийство Ну а сами имперцы Потеряли лишь саппорта Да Честно говоря Черт его знает Выгодный Тут еще и Санейка Правда Посмотри Получил малифай За ним идут удалоны Есть торрент Санейка его получает И Должен погибнуть Получает аникму убийство В принципе нормально Свэн потратил ману У Свэна больше нет регена Покривлялись немножечко В топе нави Заставили ресурсы Потратить Забайтили на скиллы И в принципе нормально Клоквер сейчас С вул хп приходит в топ У него еще и шарайн есть То есть он может там Даже начинать уже Потихоньку давить Руна невидимости В боте Очень хорошая руна Но у Гостика Пока нет шестого уровня Если он успеет получить Левел шедни Похоже даже Пятым уровнем пойдет гангать Смотри Забирает невидимость Не идет все таки фармить Или идет гангать Ну на квапу выйти сложно У нее блинк Все таки идет фармить Жадина Гостик В топе Запирают ФНа Ну вот видишь Сразу проблемка Начинается урозить Ну пока не забирают Пока все таки он живет Пытается убежать Мом нажал Ворожка есть ФН Все таки ракетка залетает Не было подсейва Никакого Но жил долго Жил долго Но все таки Саппорты на центре Эми Пошка И Вармскор Готовы нападать Пока нападение на Чапик Кенетикл ставится Гель на Дэнди Дэнди до конца Дэнди с Сониквейб Убивает Веноманстера Мипошка тоже Проблемы у нее будут Хотя пока Эксмарк на Санайка Торрент на Санайка Санайка не замерзает Пытается отсюда убежать Дает Тандерстрайк Напоследок Возможно лучше было бы Дать Тандерстрайк На Энштапариша Но Мипошка Не факт что уйдет Урона много Шедоустрайк Закачиваем в 2 И Дэнди делает Даблкил Куда уже имеет 3-0-1 Дэнди и так Свой мид выиграл Благодаря Саппортом И благодаря тому Что у него герой Весьма хороший Против Веноманстера Особенно в комбинации С Шейкером Так еще И подходит Ему тут даблкил Дают Он зарабатывает 470 золота Приходится Санайка обратно В мид Обузит Боттл Ну из-за того Что Энигма Постоянно сидит Так и генералов Тобя Могут быть проблемы Нет Нет Не могут Он как раз наоборот Убил Эфена И при этом выживает Роджер не хочет Оставлять Ванскора в живых Сейчас даст ему Бревном По хребту Идет дальше Смотри как играет дерзко Вторая Фессура Уворачивается от Торрента Тотем Фессура Работает рейндропы Все-таки убивают Отличная работа Роджер Роджер ТПшку Но есть телепорт Иксмарк Правда там у Мипошки Поэтому надо как Роджера спрят Взяли Роджер Роджер Как же круто играет Роджер Здесь просто обманул Ночь на дворе Но смог очень грамотно уйти Параллельно У нас тут Энигма Против Дизраптора Дизраптор Получает Малипайс Не факт что оттуда Санайка сможет уйти Но нет Энигма просто Решил пойти И фармить леса в себя спокойно дальше Урна появляется у генерала Пора эту урну заряжать Опа Здорово Мипошка Хукшот через 2 секунды Будет ли атаковать генерал Мипошка пытается спрятаться за тавер Генерал Стоит у Дэнди На центре Смотри что творит Дэнди делают убийство Ущемлениями Доминейтинг Да На топе погибает Мипошка Можно было попытаться задинаить себя эйдалонами Ооо Но это сложно Но это было сложно Там слишком много дэмэджа у Queen of Pain Она еще и с дабл дэмэджем была Без шансов Для гостика Пока сложно Прожимает FN ультимейт И фармит Нейтралов Ворует экспу Роджер Очень приятно Сейчас в високу А нет Не успел Мог бы двух крипов золотить Да сейчас могут засе убить Роджера Подходит сюда еще Энигма Есть Малифайз Есть еще и Блэкхолл Но Малифайз вполне хватает Больше у Шейхера ничего нет Да более чем Дабы себя как-то спасти Ну и FN получает еще одно убийство Но правда смертей FN многовато 2-2-0 по итогу КДА За 9 минут Дэнди решил через Оркет Дэнди на центре Пытались на него напасть Можно через Иксмарк напасть После этого дать Блэкхолл Хороший вариант для убийства Но пока Дэнди не уловим Да будет очень быстрый Оркет Уже обливаем став есть Да и второй на подходе Тот же Эншент Паришен Ему вообще не позавидуешь Вам скоро здесь будут Прям трудности Что от Клока Что от Хаос Найта Что от Крин оф Пейн Герои которые будут Просто его убивать Раз за разом Подстакую Теншентов Еще разочек FN В принципе FN способен Уже лес фармить И хорошо бы в топе Кому-то занять линию Но пока ее занимает Только Клокер Который фрифармит там Потому что Оркет Может получить хукшот И умереть Клокер бежит за баунти руной Очень важно не отдать Эту баунти руну Оркет Чтобы он как можно дольше бегал Пятым, четвертым уровнем Без ультимейта Кстати кто книгу прочитал? Прочитал кто-то книгу? Книга летит Летит ванскору Собственно всему Да, ванскору Все равно даже не будет уровня 6 Нужно еще немножко на линии будет постоять Так-то айсбласт очень будет важен Даже важнее чем корабль Для Кунки Да, соглашусь Но Кунка берет книгу Которую купил ванскор И говорит Сорян Отмойил изи Читаю Да, Кунка бандит Взял книгу Ну, не знаю Оперейшн в принципе в топе может свой 6-ой получить А вот Кунка ромит И... Хукшот генерал Боже не получен Ванскоро Ну да, ванскоро Не совсем Не совсем В этом проблема Совсем получает Как раз освобождается линия в топе Но стоять там некому Кунка туда придет Его будут убивать хукшотом Туда придет Оперейшн Его тоже будут убивать хукшотом И... Драгоценный фарм пропадает Он в никуда уходит просто Чапи, кстати, фарми теншентов у Эфэна Мне кажется, Эфэн в пабе бы просто разбил бы вещи Если бы кто-то бы зафармил у него эльшотов Но тут вроде как тиммейт Некрасиво как-то на официалке вещи бить Поймали Клин оф Пейн Клин оф Пейн уходит Длинком А параллельно Чапи Воюет здесь Один против троих И воюет, скажу, очень даже неплохо Дэнди вынужден на хосте бежать Со своими тиммейтами назад До сих пор мы не видим гостика с его Блэкхоллом Пока с Медасом Соларингом Но вот пока Очень тяжело его дать Там и фиссура, и хукшот И всякие коги Батарейки Хоть и когами батарейками тяжело зацепить Энигму Так там Энигму, кстати, убивает Кристаллайз через Фантазм У него уже появляется Армлет в топе падает Вышка Роджер Роджер ее Ласт Хитти У него уже 1600 золота Так, посмотри вообще на экономику За 12 минут 6 тысяч Перефарм Просто огромные цифры Тут что Тот же Клок Что тот же Шейкер На фармеров Ну слишком много Анш Топаришин Нетворс очень маленький Нет практически ничего Винблейз Телепорт Обсвард И все Печально Я, конечно, люблю Энигму Но из-за того, что Энигма в пике У саппортов Нави Ну, то есть Им в боте делать нечего Энигма там Лес там Старается подфармливать Давление никакого не оказывают Они в миде просто Очень много сделали Грязи Так, будет ли блэкхол? Гостик подходит И Смывает Дэнди Унитаз Долго 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 Его бьют Но Да, можно такие Блэкхолы Использовать Даже, я бы сказал Нужно В одного героя Потому что Больше эти Блэкхолы Гостик нигде Используют Не может Тысячу золота Получают имперцы За Ой, генерал Генерал, видимо Ждал курьера Нашел ванскора Но Здесь опасно Драться Рядом Энигма Рядом остальные игроки Если посмотреть на инвентарь Ванскора То он особо-то Ничем от курьера Не отличается Только Скиллами может кидаться Ну и хп побольше Сейчас хотя бы Тапок себе возьмет Будет помобильней Будет поопаснее Этот персонаж Но надо как можно Скорее ему получить Айсбласт Уже Тринадцатая минута Пора бы Этим айсбластом Напрягать Гостик выходит В свой рез Использует Медасик Использует Эйдалонов Правляется дальше фармить Вкачивает талантному Спид Чтоб быстрее перемещаться По карте Быстрее пылесосить Лес Быстрее пылесосить Лайны Толкать их Эффективней Нави взяли Небольшую передышку Дофармить хотят Свои итемы Там уже достаточно Высокие лвла У имперцев Нельзя просто так Лезть Можно на фиг Или все-таки Можно Можно Видимо да Глинсует назад На нему Не похоже Все-таки нельзя Делает минус 1 Минус 2 Да так Подставляться не стоит Особенно под Свена Особенно который Будет ультюмайтом Пора бы наверно На надворце Переключиться Да уже Ворс уже можно Я редко рулю Ты профессиональный Обсервер Я Обсервер курьера И нижней Руны Да Представляешь Вот скоро Киберспорт станет Настолько широким Я и говорю Что Киберспорт станет Настолько широким Явлением Чапи У нас тут пока Убивают Ну да Ты Чапи Сонник Вейб Заденайте его Может Заденайте его А Может Кораблем не умрет За счет корабля Ну корабль пока работает Не долго он работал В итоге погибает Шейкер Но погибает Наши париж Веномансер И при этом Ребята могут Дисотаться Могут здесь попушить Скоро у Кристалайза Будет второй ультимейт Будет очень много иллюзий Да Второй ультимейт Приятная штука Собирается Кристалайз Покупать У нас саблю Ну уже стандартный билд Сейчас никто Алибарду не делает На хаоснайте Вот как только Алибарду бафнули Все Алибарду делали Не цк Сейчас уже как-то Перегорели Считается Что Алибарда Лучшим То есть и ману дает И ману регены Можно талант вкачать На атак спид Тебе всего хватает Не надо тратить Целый скиллпоинт Для того чтобы Вкачать 8 единиц интеллекта Да Сабля это наш выбор ФНчик Кстати саблю Себе уже оформил Будет ли попытка Убить Кристалайза Кристалайз Подрубает армалет У него есть фантазм Но Что-то он не спешит Его нажимать Получает Корабль по лицу Погибает Энигма В другой части карты Но размен Получается Пока вполне неплохой Брэп еще и на Свена Свена гримсует назад Свена начинает бить Просто на разворот И говорит Окей Роджер Неплохой врыв Свена можно убить Но урона пока не хватает Станп по Дэнди Дэнди добивает ФН уже задонает ФНа никто Не донает в этом моменте Размен 2 в 2 Ну и Санейк уходит назад Ребята могут пойти на шрайн Мельпошка и Иванскор Быстренько подрегенится Выгодный размен для имперцев Более чем Более чем выгодный Как мне кажется Потому что Идет время Энигма фармит Энигма собирает Артефакты И только Только Клокер будет способен Что-то с Энигмой сделать То это будет Невероятно тяжелая задача Для генерала Ну и плюс Мы видим по Файт-рекапу То есть Золото очень много Заработали Дисконнектнулся у нас Чапи Это возможно Проблемы с интернетом Гостика сейчас Могут поймать Гостик видит вообще Чего-нибудь Гостик ничего не видит Ну сейчас Быстренько Пока дисконнект Можно посмотреть А вот Нави Гостика видит И хукшот У Клокверка Нет Хукшота нет Ну без хукшота Ну на хосте Слушай Он очень быстро добежит А Энигма ничего не сделает Ну если какие-то телепорты пойдут Может быть В теории Может здесь подраться Но Све на танец все равно Его не будет еще 16 секунд Ну Блэкхолл ты не нажмешь Это точно Тебе его сразу же Не стоит Не стоит нажимать Собьют фиссурой И да Блэкхолл тут нажимать Не удастся Неудачная идея Неудачная идея Ванскор Скоро купит тебе аркан Господи Хорошо что ты не видишь Что-то происходит У тебя фан мути нет Я вижу что происходит А ФН Да Ну да Ну я не Слава Слава богу что тебя фан мути Потому что Тот что-то нецензионное написал Там ситуация уровня Няшхарда И тысячи четырнадцать Ну тогда я лучше помолчу Не Не подумайте ребят Я не как Каспер Там который замутил Бернинга Потому что он там БКБ купил На Вивере Нет Просто Просто ФН Он порой Очень эмоционально И экспрессивно Относится к игре И очень сильно отвлекает Игрок он просто великолепный Один из лучших мидеров В данный момент И в СНГ И в мире Вот Но Если ты попадаешься с ФН В матчмейкинге Очень сложно получается Он Отвлекает очень сильно Поэтому Поэтому вот так вот А так он крутой парень Да Ну ладно Все Это самое главное Да Можно Если что Открыть лобби Ты можешь открыть лобби И его замутить Очень легко А Да Да Ставишь Игнорировать В лобби Изи Real talk Готово Все Супер Так А что за пауза Написали вообще парня Что случилось Так В четвером Не слышал Тяжело играть Не Ну я понимаю К тому Что там Что там Случилось Не непонятно Непонятно Вот А вот Чапи Ну какие-то там Может дота Крашнулась Я слышал С ней бывает Такое Периодически Крашится дота Приходится Реконектиться И так Энигма Что будет с Энигмой Телепортируется Мифошка Гостик Диварди Получил Получил золото Роджер С хайграунда Также делает Паут Так Что там Что там Что там Что там В курьере Летят Варды Летят Варды Одному из саппортов Команды Импайр Имперцы Сейчас В принципе Не очень-то И много Видят Но Саной Капитали Зацепить Не получилось На самом деле Ключевой момент Будет Когда имперцы Купят себе Блокенбары На корах Это на Свене И на Нигме Потому что С Блокенбарами Реально Можно Драку проводить И не бояться Многих героев Многих дизейблов Дизейблов То у Нави Хватает И сайленсов И дизейблов Их предостаточно Умирает Генерал Ну да Все-таки убили Все-таки убили Чуть позже Чем мы думали Но фрак совершили Гостик Просто ему Никуда больше не выйти То есть Он фармит Вот эту территорию И он Очень уязвим Против пика Нави Вот пока у него Нет БКБ То есть Его находит Клокер Хукает Тут Дэнди Влетает Дает Оркет И все То есть Ты никуда уже Вообще не уходишь А в какую-то Другую точку Пойти В каком-то другом Месте фармить Он не может Потому что Мид и лес Фармит Чапи Топ и лес Фармит ФН И Куда идти Остается только Вот Играть осторожней Нави В смоке Сейчас выходит На ФН Ростислав Фармит Легкий спаун Рискует погибать Тут ФН Все очень четко делается Свен тут Под ультимейтом Но это его Не спасает Он с ультимейтом Но сжать его Не мог конечно С этих шторм Поэтому тут Никак Никак Не подраться Дэнди ждет Пока Выйдет Гостик Возможно Попытается его Как-то шлепнуть Но Уж слишком близко К вышке Сейчас находится Гостик Не напасть на него Совершенно Никак Это очень опасно Тер-1 Вышка в миде Вот что должно Мозволить глаза Команде Нави В данный момент Она очень мешает Пускать свои клешни В лес Дайр Как с правой Так и с левой стороны Нави конечно Каждый раз заходят В попытке убить Гостика Но рано или поздно Эмпайр встанут В смоуке За Гостиком И Все это очень плохо Кончится Может плохо Кончится Если такое произойдет Поэтому Тер-1 вышечку Надо сломать Постараться сломать И как-то уже Проварживать Там территорию Более глубоко Более успешно Чтобы видеть Что происходит Вообще Куда двигается Пик Эмпайр Кто где находится Где можно напасть А где не стоит нападать Ждут Нави Удачного момента Вообще Ничего не видит Имперсия Очень страшно Им надо где-то Вот в этой точке Играть сейчас Потому что Там у них И позиции удачные То есть Вот здесь Вот находиться Сложно Вот тут конкретно Вот там Как раз Вокруг этой области Эфэн рисует Кружочек Ковальчик говорит Что там Наверняка Соперник нас поджидает Поэтому Уйти туда Наверное Не рекомендуется Но тут Смоки Смотри Как раз Встали за Гостиком Смоки Но тут Роджер Это хороший Эхо слэн Как же там было Многие юлитов Татэн По двоим Крономерное убийство Генерал уже имеет Год лайк Еще закрывает Эвеноманстера И вот здесь Его так же убит Генерал Моментально Телефорт на базе Должен жить Хотя урона Очень много От ас-бласта От поезда нового Но я думаю Что выживет Генерал 285 230 Живет Все Все в порядке 9000 перефарма За командой Нави Хаус Найт Скоро себе купит Уже Алибарду Все-таки решил Через Ну против Приобретение Весьма удачное Вот Эмпайр Все сделали правильно Только Они встали Не за Гостиком А рядом с ним А там еще И долоны И крипы В итоге Роджер Притоптал там Так бодренько Утрамбовал ребят В землю Очень много Демэджа нанес Задизейблил Создал хороший момент Когда Нави Смогли продолжить Атаку И поубивать Попытка Побить Немножечко Эфена В миде Непошка Умрет От рук Генерала У генерала Кстати у генерала Бен Годлай Тогда он 11-1-2 Играет На секундочку Немного артефактов Форстаф Блогмел 14 уровень Но я все верю Что имперцы За счет Энигмы За счет Свена Могут перевернуть Игру У них слишком Мало фарма Сейчас Им надо Срочно что-то делать Они Зажаты на своей территории Лес фармить Они не могут В топ Они почему-то Выходить не хотят Тут они только что Поставили вард Причем вард Весьма тривиальный Если нави еще И этот вард Раздевардят То в боте Им находиться Будет очень сложно Им надо как-то В топе возможно Провардить Генерал Да им нужен вард Им нужна видимость Вот здесь Им нужна видимость Там в топе Кристаллайз Засолила фена Да фантазм нажал Не пожалел Почему нет Все начинается Небольшая драка Полетел айсбласт Генерал его должен Звучить Не совсем точный торрент Можно дать Блэкхолл Генерал ходит На култфете был Но это особо Не повлияло на ситуацию Параллелем Чапи На шрайне Пока живет Убиваю Гостика Роджер заденайл Санейка Тотема Да Круто Круто получило Залетает корабль Мепошка Корабль залетает Неплохой Но убежать Скорее всего Не получится А тут Писсура Мепошку вроде как Даже не видят Мепошка Понимает что вроде как Все круто Правда Проблема в том Что вся остальная команда Погибла Погибает и Чапи А вдруг Дэнди Мепошка один Все ждет и ждет Как бы ему уйти Телепорт в кулдауне Полминуты Ну и просто смотрит Как Т2 башня Падает Падает без защиты Да не видит Мепошку Он просто спрятался Но кулдаун на телепорте У него очень долгий Если он не боится выйти Прямо сейчас То может добежать до базы В топе вышку потеряли Это очень плохо Потому что Территория по которой Безопасно могут Передвигаться импер Становится все меньше Возможностей все Опять-таки Меньше У имперцев И С каждой минуты Играть становится Невыносимо тяжело Посмотрим Что в таком случае Гостик на 15 уровне Вкачает Кулдаун Редакшн Или Золото 50 дамага появляется У Шейкера Саппорт Шейкер Уже имеет Нетворс больше Чем Оффлейн Энигма С Мидасом С Мидасом Один блок Один блок Под блок Эмбаром Дать Под трем игрокам И можно будет Менять Такой перефар В 17 тысяч На 23 минуте Это как-то много Так если посмотреть То Одного Блэкхола Конечно будет Маловато Но он Необходим Он необходим Без этого Блэкхола У Эмпайр Нет шансов Победить Им нужно Как-то Энигму Использовать Ванскор Покупает Смоук У Генерала Появляется Форстаф Форстаф Это конечно же Не блинк С Форстафом Сложнее Блэкхола Сбивать Будучи Клокверком Но Это лучше Чем ничего Забирают Аегис Нави Кристаллайзу Достается Бессмертие Управляются На шрайн Немножечко Подвигенится В боте Генерал Очень нагло Формит Его надо Наказать За такое Гостик Ждет Ждет Удачного Момента Нет Не достать Если бы Как-то Обошли Имперцы С этой стороны Могли бы Попытаться Клокверка Схватить Схватить Убить Он тут был Совершенно Один Никто Бо ему Не помог Травлок Ни у кого Нет На тир-1 вышку Можно припортиться Но От тир-1 вышки До Вот этого шрайна Бежать Очень-очень-очень Далеко И вполне вероятно Что клокверку Уже успели бы Убить К тому моменту Ну что ж Есть блокинг-бар У Энигмы Дальше Разумеется Нужно бы Купить еще И Блинкдагер Дабы врываться В центр траки С одним блокинг-баром Больше Одного игрока Поймать Достаточно сложно Ну Если соперник Стоит Так как нужно Продает Почему-то Гостик Милишных Крипов А не рейнджовых Боялся Наверное Выти чуть подальше Ему надо Как можно Скорее 15 уровень Апнуть Ворстав У Чапи Теперь От клокверка Можно спасать Не только себя Но и своих Тиммейтов У клокверка 2 800 Что же выберет Генерал 2 800 Золота И блейдмейл У него есть Если он купит Себе Очень какие-то Жирные статы Или здоровье Много сделает То он Блейдмейлом Сможет И Нигму Убивать Ну Ну да Тут просто Розер в соло Ворвался Выдал свой прокаст И Эникма Без байбека Представать Нажимает ультимейт Есть 3 иллюзии Ну и можно С этими иллюзиями Нормально Попушить Пукшот Врыв на ФН ФН Это просто уйти ФН Пока еще без блокинбара Полетел корабль Ставится Стофик Шторм Очень больно Дезраптор Скорее все убьют Соврывается дальше Дэнди Дэнди Это униквей Можно убить Чапи Чапи Убивает Но вот он закончится И после этого Может спокойно Продолжать свое наступление Плюс посему Еще имеется До сих пор Айэгис Роджер Соло пытается убить Кунку ФН Дэвстан Дает ультимейт Получает ФН оркет Но уже это не важно Все-таки Роджер погиб Кристалайз вырывается Дальше за ФН ФН убивает ФН без байбека Ну и можно Громить базу Можно громить Времени хватает ФН еще нет 46 секунд Телепорт здесь Сделал Видимо Гостик Но понял что не стоит Слишком опасно Даже имея свой Блокерн Бар Дэнди убьют Нужен Блэк Холл Не фа Ну да Блэк Холл Айс Бласт Бам Крутой торрент Отменипошки И Гостик правильно Абсолютно сделал Что Отменил телепорт Правда денежки Все достаются Ванскору И это Очень плохо Вот Хуже Если бы вообще Только фраг не сделали Наверное Потому что Деньги нужны В первую очередь Гостику Деньги нужны В первую очередь Чапи И ФНу Ну и ФН в таверне Чапи был далеко Делать этот фраг К сожалению Он его не сделал Если бы он его сделал У него уже Скорее всего Был бы блинг 15 уровень И берет Гостик КДР Считает Что игра еще Далеко не закончена И что он успеет Еще нафармить вещи Ну да Я думал В такой вот ситуации Он вообще сейчас Золото все возьмет Несмотря на то Что имеется Мидас Прям во все тяжкие Иногда в этом Есть смысл Действительно Качать золото Потому что Если ты в такой Беспросветной ситуации Цензурным языком Выражаясь То Тебе реально Нужны деньги Нужны деньги На блинг На линку Если там есть герои Которые пробивают БКБ И могут тебе Блэкхолл сбить Ну в данном случае Тут таких нет Тем временем Опарейшна убивает Хаус Найпс Пытался Роджер Как-то поднапрячь гостика ФН дает Варкрай И команда Эмпайр старается Отступить Сможет ли Кристалайз кого-то Выцепить Или в том Нет Не сможет Он слишком далеко И в миде падает вышка Мелочь А приятно Какие-то денежки Тут Ну вот Немного появляется Хотя не знаю Хватит этого Блэкхолл Хватит ли Ультимейта Свена 3600 жизней У Хаус Найта И Алебарда Ты мисуешь по иллюзиям Тут Можно убить Хаус Найта Только если он попадет Под Блэкхолл Ультимейт Опарейшна И Свен будет бить Каких-то Либо Ну Каких-то других юнитов Просто потому что По иллюзиям И по самому Хаус Найту Он будет мазать Так Смотрите как быстро Умирают иллюзии Под Миднайт Пульсом И Про кастом Виномайнсера Даже не совсем Про кастом А просто под Гейлом Жестко Скоро пропадет Аэгис Может быть Навернят этот назад Подфармят еще Плюс один артефакт Можно разбить алтарит Ну да Шрайна тем более есть Вот так вот надо играть Аккуратно Методично Никуда не торопиться Все в порядке Ребята Мы выигрываем Нам незачем Рашить куда-то Аркадий Оп ФН развели на Блэкинг Бар Да ФН развели на Блэкинг Бар Ну это лучше Если Он умер Да Лучше бы там БКБ потерять Чем Чем жизнь Одну секунду БКБ точнее Кончается Аегис На 28.18 Примерно 31.18 34.18 Тайминг Появления Рошана Ориентировочный Шедоу Блэйд У Шейкера Хорошие вещи У Роджера Очень 16 уровень Все в порядке Ну и у Гостика Появляется Блинк Дайгера БКБ Вот сейчас Эмпайр Могут Попытаться сделать Комбэк Надо как-то Поймать соперника На ошибке Заставить их стянуться Кому-то надо Начать драку Ворваться Допустим Кун кидать свои скиллы Заставить соперника Открыться Показаться Как-то Ну вот Решили Видимо Напасть на генерала Клокверк Это мало Ну Клокверк Клокверк Это норм За него Тысяча Но опять Саппорту Деньги достаются Плохо Плохо Очень плохо Очень плохо Отвратительно Просто Это критично Вот в такой ситуации Обычно Это не критично Когда игра равная Но вот в такой ситуации Это прям критично Кстати Сейчас тут Мипошку Ждет Роджер Оп Тут еще и Дензи Тут еще Орки Тотемчик Просто минус И вот у него Смотри У него 2200 золота Он мог бы купить тебе Блинку На эти деньги Но вот Как же ему не повезло Он вернулся обратно И умер Ванскор поставил вар Сейчас получит рифт И умрет Так Сори Блэкколл БКБ Ну Честно говоря Не урона Это немножко не хватает Пересталает Нажимает блокенбар Фантазм Четыре иллюзии Хорош, что они квей По Двоим Улетает один Человек пытается уйти Дензи может прыгать дальше Есть глимс Выкупается кунка Но тут кунка особо не поможет Выкупается Также Женщина Бариша Выкупается И Вина Мансер Ничего себе Кристалл Айс Живел Айс Блаз полетел На базу Мимо Ну и сейчас быстренько Кристалл Айс Под пласками За счет пассивки Отведенится И уже можно будет Тибатаку Блэкхола нет Да Эмпайр в этом моменте Конечно Кривовато сыграли И Мепошка погиб И Энигма Потратил свой Блэкхол Это Очень-очень плохо Старается Конечно Чапи Заставляться Вардами Кираса покупает Клинокмен Только что Видит шейкер Видит Не видит Шейкер Не видит Может Мепошка Поставит в центре Роджер Нападает Дает эхо слэм Дает фиссуру Еще один тотем Все это в ФН У ФНа нет Блэкхинг бара И ФН отправится Сейчас отдыхать На фонтан Но уже в оккупация ФН моментально Если еще хочет Вообще в эту игру играть Есть подозрение Что не очень Он хочет играть Тут Дэнди Попытка убить Дэнди больно Дэнди делает Блинкаут Но работает Айсбласт Работает Моллифайз Дэнди убили Должен Пасть Здесь Роджер Поднимает в себя Вьюл Но висит и гейль Здесь это Пассивно способность Пользоваться Тинк Роджера Также убили И ФНа Хладнокровно ждал Не выкупался Может быть даже И правильно сделал Без него смогли Здесь неплохо Имперцы Позащищаться 2 700 Только что Нави позволили себе Слабость Позволили себе Пуститься в аркаду Потеряли много денег Опять таки У них по прежнему Все очень хорошо Не лидирует 24 тысячи золота По экспейсбе Если мы посмотрим Ну там по экспейсбе 20 тысяч золота Скоро Тарасочка Появится у Хаус Найта Правда Энигме все равно Сколько тебе Тарасок Хоть 6 Тарасок Меднайт Ульс бьет В процентах От Максимального запаса Здоровья Но вот Свена Не все равно Сколько тебе Тарасок Виномансеру Тоже не все равно 19 уровень У Веника Как можно скорее Ему нужно апнуть 20 Чтобы вкачать талант На 75 единиц урона Он тут все таки Как Корп-персонаж Обязан дамажить Хотелось бы Чтоб он еще и руками бил Не только ультой Смолк покупает Операцион Блэкхолл Будет через 10 секунд Немножечко не хватает Гостику До 18 уровня Это важно Потому что На 18 уровне Кулдаун Блэкхола На 20 секунд меньше Ну там почти Почти Ну и наконец-таки Хоть какое-то действие От имперцев Они разбивают Смолк Попытаются выйти сейчас И навязать драку В большинстве Найти какую-нибудь Квинов Пейн Было бы и вовсе идеально Убить Дэнди Ну пока так Скорее Фэна Сторожат Смотрит за ним Сами же никуда не идут Прогулялись До своего леса И быстро назад Страшно Страшно идти Глубоко Тараску Хаоснайта Уже готова ХП Слишком много Можно подрубать Армлет Мы об этом уже говорили Уйму расы Его не выключать Сутрашан падает Падает Очень быстро Было бы круто Сейчас имперцев сюда прийти Нажать Блэкхолл Но Их крипы не выпускают Крипы Конечно же не произойдет Их не выпускают С базы крипы К большому сожалению Гостик хочет купить себе Шедоу Блейд Чтобы крайне неожиданно Врываться Чтобы его не видели Даже тогда Когда подходит Близко Ну Что по детекшену Есть какие-то гемы Гем есть у Дизраптора Но Дизраптор обычно Стоит далеко Стоит в стороне В Шедоу Блейде Роджер заходит У него есть Техослэм Он еще и в смолке Он очень-очень глубоко забегает Видеть сейчас ванскоро Шедоу Блейд покупает Энигма Если Роджер спалит Этот Шедоу Блейд Нападает на Апарэшн Апарэшн умер Хороший Юльчик от Роджера Но Роджер все равно Должен умирать Но правда погибает Минамансер Есть Блэкхолл Но вот хватит для урона Да Пока неплохо БТФ Но этот урон заканчивается Резко Присылает начинать бит Развориться Брывает сюда еще генерал Дает фукшот Напомним Вайбеков У команды Эмпайр нет Фактически ни у кого И ребята сдаются Победа команды Натус Винсер На второй карте Да, настолько у Эмпайр На самом деле был хороший пик Но с точки зрения скиллов И с точки зрения комбинаций различных Что Нави потребовал То есть они захватили доминацию Уже на пятой минуте И они 34 минуты дожимали Дожимали своего соперника Делали кое-какие ошибки Возможно Эта игра бы закончилась раньше Если бы Нави их не сделали Но вот Энигма К сожалению Не совсем заехала Как оказалось То есть Гостик Вместо того Чтобы оказывать Какое-то давление на линии Генерал-то оказывал Это давление Да, он там ЭПНа Несколько раз убил Он там Ванскору мешал Получать шестой уровень Оказывал давление Генерал А Гостик Он выходит Получает рифт И ему как-то уже Не хочется обратно выходить Он бежит в лес Его там находят саппорты Убивают После этого саппорты Переходят на центр Там уничтожают Виномантера Ну и в конце концов Все это выливается В то, что у Энигмы Очень поздно появляется Ключевая пара артефактов Блинк БКБ И игру выиграть Становится Очень проблематично Ну что Уйдем на небольшую паузу Да Ждем решающую Третью карту На Авиэмпайр Далеко не уходите Пауза будет очень короткой Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok